всем привет дорогие друзья как вы уже поняли по названию ролика это bfme 1 extended edition я служить замечательно сейчас посмотрим на гундабад надеюсь на этой карте все нормально будет работать так логика подсказывает мне что эти фракции в виде бота не будут работать изен мордор мы уже пробовали как противники рохан гондор рохан почему бы нет гундабада должна быть кавалерия и урок она будет кавалерия будем друг другом утюжить должно быть весело такс у нас есть бойня и орочья яма ну клёво чё у нас к сожалению нет стоп она 55 монет приносит кажись то ли 10 то ли 15 приносят другие ратуши я снег боль вверху великий гоблин ну гробок в общем и азог но нам нужен я знак по всей видимости будем в кавалерию играть логово да есть логово варгов клетк троллей мастерская садных орудий и сторожевая башня войны гундабада лучники гундабада орки города гоблинов бесплатные орки долгу лдура нифига 750 стоят но и грейда стандартные так ну как раз снижается стоимость но снижается стоимость варгов же правильно не троллей и мумаков ну троллей наверное тоже однако тыкс нам бы чего-нибудь захватить так посмотрим как выглядят наши орки я привык считать что-то копейщик сожалению приблизить больше не могу щиты мечи какие-то сосиски у них в руках вот такое себе к сожалению не могу оценить модельку не видно ни черта но в принципе кому нужна моделька я серьезно кому нужна моделька главное чтобы сносно сверху выглядели да и все могильник здесь можно нанять стражей кургана ничоси я вот что когда будут бабосы найму ну и к тому же мы должны выйти в какой-нибудь играет здесь вот она построить могильники нанимать стражей курганов почему это называется некроманты долгу лдура ведь самого некроманты то мы не можем заполучить о нет бро нифига тут злобные тролли однако ну ладно построим еще один отряд на случай если эти парни подохнут мародерка вау сейчас мне потребуется все таки давай бери потребуется баф на урон потому что неохота терять еще один отряд этих парней лесопилочку сейчас поставим блин я надеюсь что бот все таки развиваются а то это будет слишком печально а окей развивается захватить так ну крестьяне без грейда не должны быть нулями просто смесем их и построим хотя я снега тоже охота сделать но мы можем себе позволить еще два ресурсные здания я думаю будет нормально а там уже побыстрее накоплено блин чуть прям хера тихо 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 я так подумал ну нафиг валим отсюда сейчас будет баф на урон башенки построим лучников да блин строй стройся гномы я всегда подозревал что с гундабадом что-то не так теперь я знаю что они гномы так лучники построим но это же извините ребят не выспался снова это же мордорские разве нет норки ну окей видимо я слишком сильно придираюсь так мародер очка работает причем нехило так работает сейчас бабосиков накопим я снега построим затем еще восемь сотен окна копим и дела пойдут у нас нам нужны еще отряды потому что нельзя надеяться на будущее нужно настоящим тащить неплохо а клево эти пусть восстанавливают это так из башни что ли слабо стреляют чет прям вообще урон никакого этих лучников я снег бой бонус для варгов ни хераси 100 урона клево и охота варги и волчьи всадники получают урон и скорость еще один бабчик так я не понимаю к сожалению эта хрень работает не работает вообще как тут все устроено так лесопилку строим варгов ну и раз такое дело лучников так ведь парни хотят украсть наши деньги блин почему здесь не работает переработают нет не работает ни хрена черт я снега убивают вы чё жалкие крестьяне у нас тут чистокровный арийский гундабадский шарко из зенгарда вы чё его убить что ли решили совсем нет совести нифига он им загрейдил флаги а бот жирует здесь дорого флаги стоят если правильно помню очень дорого так ух ты обычные варги и всадники ну посмотрим сколько нужно обычных настроить чтобы заглядить здание ой ё-моё хе-хе хе-хе окей без комментариев тэкс 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 не знаю слишком пассивный я таким макаром не смогу докачаться до всего так оскверненная земля ну это мы все видели правильно не берем легион позволяет нанимать орков долгул дура учитывая какая там стоимость нихуя не легион будет тоннель в выбранном месте на 35 секунд появляется тоннель населенный орками о как ты чё ты чё делаешь ах ты ж мерзавец на вот так и так ввезите этого пидораса чё а почему он их уешат за что кстати у нас копейщиков нет что ли у нас нет копейщиков вот это я не учел блин я не могу привыкнуть к этим всем реалиям первой бф у меня хоть она и была раньше чем вторая но так странно с этими копейщиками мне кстати вышка валим отсюда мне почему то кажется что это же не проблема мода это так было изначально то что у многих фракций копейщиков просто нет хотя погоди копейщиков нет только у рохана ну неважно не то что копейщики такие слабые так ты восстанавливай хопе варги стальное оружие грейда этого нет значит он здесь возможно болг великий гоблин ну ну мы же нужно мы же должны построить всех их правильно ну как как без этого то пойдем сюда пойдем захватывать ресурс то есть вариант сначала мы познакомимся с элвином вау 10 монет за элвин как то обидно за нее кстати болг переключение оружия орочий капитан моргульская стрела уменьшает урон и скорость врага окей я думаю это стрела лурца охота 15 урона 35 процентов скорости бега для орков и тело хранители два отряда орков долгу ну ладно так едем сюда вот так вот с не свином там все гады с этими парнями еще что то не так дальше построим этого красавца мне как раз мне понадобится какие нибудь осадные орудия ну снесите его блин 10 монет почему за крестьян дает по 3 а за героев по 10 ну не справедливо вообще ни разу так здесь мы поставим троллей и еще зданий ну ресурсных в смысле имею ввиду так тронять не просто интересно что есть стрелей с вышками однако обделили ой ой неужели мы 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 тролля убьем что ли мы не убьем тролля не верю в свои силы так этого парня отправим на тролля это у нас сам прям как тролль что у тебя есть орки города гоблинов позволяет нанимать орков города гоблинов а почему это нельзя было перевести это же довольно таки просто выбранные вражеские герои получают увеличенный урон какой-то дебаф или просто тычка с бессмысленным описанием возможно так и есть и гоблинская песня великий гоблин и находящиеся рядом войска некоторое время получают вдвое меньше урона потому что они пять умеют да так тут кое-кто приехал сносить мы застройку сволочи полутролли и горные тролли что-то стопе горные тролли что-то прям слишком дорого стоит нужно заценить что они из себя представляют но интересно конечно что за полутролли ух ты забавно да это короче осадные изенгарда только обрезанные и нет но и неплохо сделал кстати автор красавчик довольно таки оригинальное решение проблемы мне нравится так у нас есть катапульта таран но это все мы построим разумеется посмотрим на них пока что подкопим бабосики на зога так тролля тролля добить добить нужно почему я сказал добить добить 5 очков соответственно ну никому же не интересно как выглядят орки и пауки правильно интересно что там с этими могильниками не так по этому по этому по этому мы сейчас прокачаемся полутролли парни вы что мало каша что ли ели вы не полутролли вы полуорки блин я разочарован даже в ванильный райзов девичкинг они побольше блин ну ок на ну то как орки 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 да это может понадобиться хотя если мы давим кого-либо то может быть ну вот и могильничек подоспел как раз тысяча есть я помню он столько стоит но нужно еще строить этих парнишек потому что охота посмотреть на тролля а стоп 700 а у нас же лесопилки есть азог азог владыка море 50 урона 100 опыта для находящихся рядом войск неплохо ярость ну типа здравствуй лордс командир легионов находящиеся рядом войска сопротивляется страху их не отбрасывает от ударов окей лечит лечит что что за медсестра нахер какое лечит ну вы чё ладно ладно последний осквернитель делает это более мощный удар и отбрасывает вражеских воинов а это типа не берсерк нет оно здесь не отбрасывает по всей видимости он кстати о ешет этот парень в реалиях первой как бы их накрыть хотелось бы в реалиях первой бфм е довольно таки круто то есть просто по дефолту о ешет жирно ну клёво он дорого стоит наверное так норм страж кургана стоп что он захватывать может вот так вот он выглядит хрен его знает как он выглядит на самом деле не видно ни черта убивай крестьян пока ты бил здание крестьяне тебя поимели сзади ты же не умрешь надеюсь твой сынок тут пришел он тебе поможет так нам нужны подопытные сколько стоит вот это еще уязвимость лучники блин он захватывать может врагов ни хрена себе как жестко минус вышка смотрите у него аура которая дамажит со временем я хочу захватить уранского героя эх оно стоило того правда ну конечно же стоило а вдруг он бы его захватил я б тогда понаслаждался с балансом но не захватил радостно и обидно одновременно так таран катапульта ну типа ну вы поняли да ничего ничего необычного здесь нет к сожалению ну чё варков спамим посмотрим на этих пацанчиков о да 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 ну уже скоро заградим здание блин бот конечно оставляет желать лучшего я учту если я еще буду играть в этот мод нужно ставить мордор против себя или же изен мордор вроде лучше себя показал в бою между прочим стань улучшена стань улучшена стань улучшена стань улучшена посмотри а захватывать а нет может видимо я двух выбрал понятненько кого бы мне захватить там нет никого блин стань улучшена да ну не знаю печально даже не охота героев качать потому что не на что смотреть из этих скиллов мы еще можем построить орков из города гоблинов так ну это типа изенгардцы хотя нет нет это не изенгардцы это похоже моделька похожа на орков из минас моргула которые в первом эдане щиты как минимум похожи так эти быстро строятся в чем их фишка потому что они слабые у них мало хп но они бесплатные кстати мне нравится эта моделька типа выродки ну кавычка забавно выглядит но вот если в плане геймплея то я вот пытаюсь понять но зачем зачем мне бесплатные орки после получения героя которые стоят дорого весьма если у меня по дефолту войска не так уж дорого и стоят 150 как бы норм я могу себе это позволить всегда то есть ну я и правда не понимаю а для чего могут понадобиться эти парни лучники пикинеры преимущество преимущество лучники только не 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 оу вау тут лимит прискорбно ресурсы ну конечно ход гения делать мародерку этим пацанам учитывая что у нас мародерка по дефолту со старта блин есть то есть то есть я я еще могу понять если она у какого-то героя и мы в нее выйти не можем не прокачав этого героя к тому же мы его можем потерять и в довесок ко всему прочему еще и у героя оно же не на всю карту работает а там в какой-то области то есть тогда я еще могу понять несколько мародерок ну зачем мародерка у этих пацанов ведь она у них просто не будет работать мародерки же не стакаются либо я чего-то не понимаю власть тьмы видели темный туман туманный туман и масляное масло уменьшает поле зрения и дальность стрельбы вражеских воинов забавно ну огненный дождь я уже об этом говорил это санина просто а не скилл то есть как бы рандомная хуйня которая может продамажить ваших воинов и вражеских а может продамажить только ваших а во вражеских не попадет а может не продамажить никого если повезет есть такое себе удовольствие представьте что вы сносите врагу крепу выходите в этот это ж не третий тир здесь получается четвертый тир да прожимаете и сливаете свою армию клево да ну в общем это тот же тролль у него что-то на голове и цепь я пытаюсь рассмотреть а нет у него ничего на голове нет это просто цвет такой и как бы я не придираюсь мне в принципе пофиг как он выглядит просто он стоит 1400 то есть где-то подвох в этом деле хотя может я опять же привык к здесь у мордора тоже тролли так дорого стоят тогда пардон беру свои претензии так сказать назад давайте мы добьем бота и на этом закончим обзор гунда бада а вы напишите в комментариях свои впечатления мне кажется не очень получилось у автора мода мягко выражаясь не очень как-то ну вообще не не вижу ничего интересного в этой фракции что заставило меня бы за нее поиграть если у эльфов еще были какие-то зачатки интересности ну это наверное вкусовщина вообще-то потому что я еще когда вышла первая бфм е мечтал чтобы там были эльфы вот ну спустя кучу времени моды появились с эльфами но уже как-то перехотелось вот а гундабад махазе не знаю мне мне не понравилось в общем такие дела всем спасибо за внимание тыкните на кнопочку подписаться у вас карма поднимется мне приятно будет всем пока пока